Аргейм Рос. Солдатики. История. Их модельницы. Аргейм Рос. Здравствуйте! С новым 2020 годом! Пока пенится шампанское в бокалах в ожидании боя курантов, подведем итоги работы нашего канала «Варгейм Рос. История солдатики и моделизм» в 2019 году и поговорим о планах на Новый год. Для нашего канала минувший год был достаточно продуктивным. Вышло довольно много фильмов, и я кратко про них расскажу сейчас. Мы создаем свои фильмы на базе научно-популярной и научной литературы по военно-исторической тематике. На канале «Варгейм Рос» создана серия из трех видео про еврейскую армию бронзового века. Была проделана большая работа по изучению данного материала и созданию реконструкции «Великих битв библейских времен». При этом делался упор именно на научный подход, а не на религиозный. К сожалению, в большинстве научно-популярной литературы по данной тематике присутствует именно религиозный подход, зачастую с простым цитированием или пересказом библейских историй. Мы постарались отойти от этого. Посмотрите, что из этого вышло, даже если эта тематика вам не сильно близка. На мой взгляд, вышло достаточно познавательно и интересно. В конце февраля 2019 года начался выпуск видео по нашим с братом детским играм в далекие 90-е годы. Качество звука и озвучки не всегда на высоком уровне, но интересен сам мир пластилиновых солдатиков, созданный нами в детстве. Вы сможете проследить развитие этого мира от простейших битв до масштабных сражений, развитие вооружения и тактики боя, формирование игровой системы. Так что подключайтесь к просмотру. Также в этом году мы начали большой раздел по Великой Северной войне. Уже разобрано вооружение и организация русской армии. За базу взят труд Татарникова «Русская полевая армия 1700-1730-х годов», а также работы Шаменкова использовались журналы «Сейхгаус» и «Новый солдат». Была проделана работа с целью свести данные из этой литературы в нечто единое и снабдить все это иллюстрациями для правильного понимания текста этих научных работ. При работе с этими источниками столкнулся с тем, что они порой друг другу противоречат. Я постарался докопаться, кто же из них прав. Так что кому интересна эта тематика, смотрите эти видео, так как можете найти в них новую неизвестную вам информацию. Или взглянуть на свои знания под другим углом. С марта открылся новый раздел на канале «Иллюстрации для варгеймеров и моделистов». Название раздела позже несколько переделал и назвал «Исторические иллюстрации». Здесь я публикую видео с вставленными в них картинками по военной истории разных периодов. Начал с Пелопонесской войны. В описании к этим видео даю ссылки на наши группы в ВКонтакте и в Одноклассниках. Там вы сможете посмотреть и скачать себе иллюстрации, что приведены в видео, а также сотни других по той же тематике. В разделах «Фотоальбомы» нами созданы тематические папки. В них уже более 11 тысяч иллюстраций. Каждый из вас может зайти и посмотреть интересующую его эпоху. Можно добавить свои работы и найденные в интернете картинки в эти папки. Давайте вместе с вами создадим базу данных по военно-историческим иллюстрациям. С апреля по ноябрь шла работа по созданию отряда ливийских воинов на службе карфагена в 72-м масштабе. Каждый сможет посмотреть все этапы производства военно-исторической миниатюры от зарождения идеи до конечного результата. Проведена и научно-изыскательная работа по данной тематике. Создана уникальная реконструкция конного ливийского всадника. Рекомендую моделистам посмотреть видео под названием «Суперзащитная колба для модели Амазонки. Женщины-воительницы». В нем показана работа над виньеткой, изображающей амазонок. При этом показана защитная колба для моделей. А также разобрано, из чего ее делать, как монтировать фигурки в нее. Кто занимается созданием виньеток, обратите на это видео внимание. Действительно интересная и полезная идея. С августа по октябрь на канале Wargame.Rus выкладывались видео Клима Жукова про крестовые походы. Мы не просто залили чужой контент, а переработали его, добавив в сухую, но интересную лекцию, карты, иллюстрации, видео-вставки. Рассказ Клима Саныча заиграл совсем другими красками. Кто не смотрел, обязательно посмотрите. С октября к моей работе активно присоединился мой брат. Я сделал для вас фильм «Как я стал моделистом». В нем содержится не только лирическое отступление, но и пример того, как можно делать кольчугу и пластинчатые доспехи в 35-м масштабе. Ну а теперь о планах. В течение 2020 года планируется довести до конца работу по Северной войне. Разберем не только русских, но и шведов. Продолжим существующие на канале разделы, добавив в них видео. Планирую небольшой документальный фильм про начало боев в Сталинградской битве и роли народного ополчения в ней. Для моделистов готовим серию видео по созданию диорамы по мотивам русских народных сказок и славянских языческих преданий. Где-то летом планируется запустить это видео. Более точно сложно сейчас назвать сроки. Мы стараемся делать по 2 или 4 видео в месяц. Не всегда получается держать этот график. Надеюсь на ваше понимание. Однозначно в этот год будут подниматься и другие темы, которые сейчас сложно спрогнозировать. Скажем так, полет творческой фантазии. К тому же пожелания подписчиков тоже имеют свой вес. Если предложения покажутся нам выполнимыми, то мы можем сделать видео по заказу. Подчеркну, что не все хотелки, а некоторые. В новом году всех вас ждет много интересного и познавательного. Не забываем жать на колокольчик и подписываться на канал Wargame Rus, солдатики, история и моделизм. Давайте в этом году доберемся до планки в 1000 подписчиков. И еще, каналу всегда полезна моральная поддержка в виде лайков, комментариев и продвижения видео при помощи раскидывания ссылок по разным форумам и сайтам. Также не помешает материальная помощь. Ее размер, частота поступлений говорит о том, насколько зрителям нравятся поднятые темы и качество подачи материала. К тому же, это лишний аргумент для членов семьи, что ты занимаешься не ерундой, а полезным и важным делом. Информация о том, как можно поддержать канал, находится в описании к каждому видео. Некоторые считают, что подобные обращения это интернет-попрошайничество и резко критикуют подобные просьбы авторов. Но каждый из нас, приходя в книжный магазин, не берет книгу просто так, а покупает ее. Ютуб больше похож на библиотеку. В библиотеке можно взять и ознакомиться с любым количеством книг, но при этом нужно оформить читательский билет. Ну а у нас на канале все бесплатно. Каждый для себя решает сам, стоит или нет оценить труд автора этих видео. Ну вот, пожалуй, и все, что хотелось сказать. Увидимся в новом году. С праздником! Жми сюда и смотри интересные видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok